Кадры, которые мы получили только что, социально-экономическое развитие России на ближайшие десятилетия, обсуждают в Москве. На ВДНХ открылся форум стратегических инициатив. Он проходит на нескольких площадках. Проекты, которые были реализованы при поддержке агентства стратегических инициатив, представлены на выставке. Ее смотрел президент. Владимир Путин пообщался с их авторами. После этого, выступая перед участниками форума, глава государства отметил необходимость активнее развивать общественно полезные инициативы. Россия задумывалась как площадка, куда представители бизнеса, гражданского общества приходили бы со своими проблемами и со своими проектами, чтобы вы помогали каждому, кто хочет заниматься созидательной деятельностью, добиваться успеха, реализовывать свои планы и идеи. Агентство начало с помощью конкретным, иногда небольшим проектам из самых разных регионов. И получило срез тех системных проблем, с которыми ежедневно сталкивается бизнес. Итогом национальной предпринимательской инициативы стало существенное сокращение административных барьеров, меньше бумажной волокиты. А днем в рамках форума состояло заседание круглого стола под девизом «Регионы – точка роста». Губернаторы обсуждали, как создать дополнительные высокотехнологичные рабочие места и привлечь больше инвестиций. Глава Московской области Андрей Воробьев отметил, что без выполнения этих условий невозможно добиться эффективного развития региона. Мы развеяли миф. Говорили, что Подмосковье земля дорогая. Подмосковье земля бесплатная для тех, кто производит высокопроизводительные рабочие места. Мы создали индустриальные парки. И если ты действительно хочешь инвестировать миллионы, желательно в долларах, ну даже рублей, более 50 миллионов, ты получишь от нас поддержку. Вот эту задачу мы реализовываем в муниципалитетах. 28 площадок у нас работает, всего их будет 68. Мы обеспечили программу газификации, чтобы подвести туда газ, дорогу и электричество. Потому что бизнес, когда приходит на все готово, его норма прибыли растет.